Одна из формул, часто встречающихся в надписях, угадывается быстро и без особого труда. Это упоминание императоров. В этой надписи на арке вы легко опознаете такие слова, как имп, кайсари, трояно. Похоже, строение вы завели по указанию императора Трояно, скажете вы, и будете правы. Подобные надписи кажутся понятными, а смысл их очевидным. Но как насчет остальных слов? Тут есть интересные детали, и некоторые из них даже могут помочь вам в датировке предмета с надписью. Конечно, в музеях монеты обычно подписаны, а у памятных надписей бывают таблички с пояснениями, переводом и датами. Но, на мой взгляд, самостоятельное прочтение надписей на артефактах есть свое очарование. В этом видео мы разберемся, из каких элементов могли состоять подобные официальные надписи, научимся правильно определять имена императоров и их титулы, а потом потренируемся в их расшифровке на монетах. И, конечно же, узнаем, что там был за император на обложке видео. Всем привет, меня зовут Маша, и это студия Хисторика. К счастью, так же, как с надгробиями, в надписях, посвященных императорам, присутствовала структура. Официальный список титулов был вещью стандартизированной, хотя и не все титулы списка могли быть включены в конкретную надпись. При этом последовательность титулов обыкновенно сохранялась. Обыкновенно, но не всегда. Итак, первое слово – император. Первоначально это было титулом, присуждаемым полководцу за победу в бою. При Юлии Цезаре он начинает впервые использоваться как часть имени. Октавиан, тот, который Август, перенял весь набор имен у своего приемного отца. Так, из Гая Октавия Фурина получился Гай Юлий Цезарь Октавиан Август. Но также он продолжил использовать и титул император. После Октавиана титул император исчезает из употребления и начинает использоваться в своем основном и привычном для нас значении в правлении Веспасиана. Теперь он всегда предваряет список титулов, подчеркивая в том числе и военную власть, находившуюся в руках императора. После императора в надписях обычно следовало Каес. Кайсар была когномином Гая Юлия Цезаря. Далее Кайсар употреблялась императорами из династии Юлиев-Клавдьев, а также всеми последующими императорами как часть титула. Далее в надписи следует когномин правящего императора в полном или сокращенном виде. Это могло быть одно имя или целая куча имен. В видео будет такой пример. За когномином следует Ауг – Августус. По значению что-то вроде между священный, достойный и величественный. Впервые титул Августус был удостоен Октавиан, а далее его использовали все последующие императоры. Далее к надписи могли добавляться специальные титулы, указывающие на победы императора. Например, Герм – Германикус, то есть Германский. Таков был один из титулов Домициана. Дак – Дакиус – Дакийский. Его добавил к своему имени император Троян после победы над Даками в 102 году н.э. А в 114 году у него появился еще один титул – Парф – Парфикус. Как вы догадались, после победы над Парфянами. Помимо этого, у императора были еще некоторые, так сказать, обязанности. Например, он был понтификом. П. Макс или Понт Макс, что означало Понтификс Максимус – Верховный Понтифик. Кстати, этот же титул сейчас носит и Папа Римский. Также император обладал властью трибуна – Трибуникия Потестас. Поэтому в надписях может присутствовать сокращение – ТРП или ТрипПОТ с указанием числа. Не удивляйтесь, если в середине надписи вы снова встретите имп, но за этим имп будет следовать число. А это – указание на количество военных побед. Далее указывалось, сколько раз император был консулом – Кос. Во времена империи титул был уже символическим, но по-прежнему существовал. Император во время своего правления мог быть одним из двух консулов. Завершался список титулов обычно формулой ПП или Пат-Пат, то есть Патр Патриае – Отец Отчизны. Титулы Понтификс Максимус и Патр Патриае давались один раз и навсегда. А вот должности трибуны и консула ежегодно обновлялись. Именно поэтому Кос и ТРП сопровождаются числом. Оно указывает, в который раз император становился трибуном или консулом. Тем не менее, император мог не быть консулом каждый год подряд, а вот трибуном он был ежегодно. Так что эта информация очень ценна для датировки предмета с надписью. Информация про консульство также может помочь, так как годы, в которые тот или иной император был консулом, хорошо задокументированы. Ну и не забывайте про специальные титулы вроде DAC или PARF. Если в надписи есть DAC, но нет PARF, это может указывать на промежуток между 102 и 114 годом, например. Ну что ж, давайте прочитаем надпись. Первые два слова понятны. Далее угадываются части имени. Ваше внимание может привлечь буква F. Она должна быть вам знакома из видео о надгробных надписях. Напомню, что F означало сын. То есть было указанием на отца. MF, марки Филиус, сын Марка. Может быть и тут тоже самое? Действительно, Троян был усыновлен императором Нервой. Диви Нервая F, сын божественного Нервы. Второе Нерв – не повтор и не ошибка. Это уже имя самого Трояна, которого звали Маркус Ульпиус Нерва Троянус. Далее мы видим Ауг, Августус. И два титула – германский и дакийский. Завершение второй строки – понтиф Макс, верховный понтифик. Последнюю сроку, я думаю, вы тоже прочитаете без труда. В восьмой раз наделен властью народного трибуна. Император в пятый раз. Консул в пятый раз. И, конечно же, Патр Патриая – отец отечества. Куда же без этого. А теперь давайте потренируемся на монетах. На этой монете надпись посвящена императору Марку Аврелию, полное имя которого – Маркус Аврелиус Антонинус. Читать может быть сложновато из-за отсутствия пробелов. Но, как вы понимаете, места на монете немного. Приходилось располагать текст плотнее. Арм означает Армениакус. Этот титул Марк Аврели получил в 164 году, после победы над Армянским царством. Итак, имеем. Марк, Антонин, Август, Армянский и Парафианский. Макс в конце относится к титулу Парафианский и означает Максимус. Это превосходная степень от Магнус Великий. Получается, Парфианский наивеличайший. Или что-то вроде этого. На реверсе, кстати, изображена богиня победы. Видимо, чтобы было еще более победно и празднично. Из текста на реверсе можно узнать, что к моменту чеканки монеты Марк Аврели в 22-й раз стал народным трибуном, в 4-й раз императором и в 3-й раз консулом. Странно, что в надписи нет формулы ПП Патер Патриая, но, возможно, просто не хватило места. А вот еще одна монета с Марком Аврелием. Тут, кстати, уже присутствует ПП Патер Патриая. А из новых слов тут есть Сарм. Как думаете, что это может значить? Если вы подумали о Сарматах, то вы правы. Марк Антонин Август Германский и Сарматский. Трибун в 31-й раз, император в 8-й, консул в 3-й, отец Отечества. На обратной стороне монеты мы видим изображение трофеев, взятых в боях с Сарматами. Щиты, копья, доспех, квадратный штандарт, драко. Дакийский и Сарматский штандарт в виде дракона с головой волка. На монете изображение символическое, а вот тут на рельефе уже лучше понятно, как он выглядел. Под трофеями надпись De Sarm, что означает «над Сарматами». Здесь имеется в виду победа над Сарматами. И еще одна монета. Попробуйте сами угадать, какой император на ней изображен. Вот текст для вашего удобства. Вначале уже известные нам титулы «Император» и «Кайсер», а в конце «Патер Патриая». А в серединке имя. Антонинус и Пиус вы точно тут узнали. Так что да, это Антонин Пи. Но вот что значат все оставшиеся буквы? Это сокращение от всех остальных его имен. Ведь полное имя Антонина Пи выглядело вот так. Титус, Аэлиус, Адрианус, Антонинус, Августус, Пиус. Так что если только часть имени в надписи вам покажется знакомой, остальное будет непонятным и неочевидным, пробейте полное имя императора. Вероятно, все и прояснится. На обратной стороне монеты изображение богини мира и подпись «Пакс». И, конечно же, информация о консульстве и власти трибуна. Трибун в 14-й раз, консул в 4-й. Обратите внимание на то, как написано 4 и 14. В римских надписях 4 обыкновенно писалось именно так, а не так, как мы привыкли. Кстати, интересный факт об этих цифрах. В надписях трирема обозначалась как 3, а квадрирема как 4. Так что если вам в надгробной надписи встретятся такие обозначения, не забудьте рассмотреть вариант того, что усопший служил на корабле. В следующем видео про надписи будет такой пример. А пока что на сегодня все. Надеюсь, теперь монеты будут не такими скучными. Спасибо за просмотр.